Чехия 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 почуяла гипотетическую опасность, Бабиша начали травить. Маргинальные демонстранты вопили на плащаях Бабиша на помойку. На него дело завели, мол, от Евросоюза обманом деньги выцеганил. Его бусмерть запрессовали на парламентских выборах, которые он с треском проиграл сборной солянки из пяти партий, у которой, правда, был правильный евроатлантический начальник Петр Фиала. Казалось бы, в 2021 году движение «Да» и коалиция «Вместе» пришли к финишу «Ноздря в ноздрю», если бы не 15%. Политтехнологи нас учат, что правительственная партия на выборах априори имеет преимущество около 15%, состоящие из чиновников и бюджетников всех рангов. И вот с таким бонусом действующий тогда премьер Бабиш делает ничью 27-27. Извините, но это был тотальный проигрыш. Судя по всему, его олигархическая сущность помешала понять, что система уже занесла его в черный список и всегда будет играть против него. Не поняв или не приняв этого простого факта, Бабиш опрометчиво ввязался в президентскую гонку. Надо отдать ему должное, он старался вовсю. Бабиш использовал весь возможный арсенал. Белый пиар, черный пиар, личные участия, дебаты, неучастие в дебатах, билборды, листовки и все-все-все. Но для системы он стал токсичен, и пускать его в большие начальники было нельзя. Из всех его противников был выбран тот единственный и неповторимый генерал в отставке, доказавший свою преданность службой в НАТО. Хорошая речь, правильные методички, безусловная мощная поддержка либеральной тусовки и зомбированного офисного планктона, плюс стандартный технологический набор, и плюс те самые 15%, которые теперь сработали против Бабиша. Вот почему, глядя на табло с результатом 58-42, можно почти с уверенностью сказать, что президентские гонки 2023 года выиграл Андрей Бабиш, но на президентских выборах победил Петр Павел. Победила система. От диссидента Гавела до генерала Павла. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok